18 ноября 2021 года Шри Шамат Бхакти Винтаванна Гасвай Махарач Шри Гиридхари Годзамат, утренний класс Итак, сегодня очень особый день Вы уже слушали Итак, сегодня день ухода Особого ученика Шилы Бхакти Санцарасвати Такура Прабхупата Шилы Бхакти Прамат Пури Гасвай Махараджа Итак, сегодня мы празднуем этот день Итак, вы слышали о значении Что такое Вираха? Это особый вид встречи Этот фестиваль, который мы празднуем Итак, Вираха Уцов Итак, есть противоречия Вираха и Уцов То есть Вираха имеется в виду Это как какая-то боль А Уцов это праздник Так мы на самом деле очень грустные Но для Вашнавов То есть от Вашнавов мы не испытываем никакой боли И поэтому говорится о фестивале Как мы можем следовать всем примерам нашей жизни? Как вот Махаджаны, они следуют пути Мы также должны следовать тому же пути На самом деле Жизнь Вашнавов Их важный пример Мы должны этому следовать Мы должны следовать их пути Так, Сила Бхакти Праматпури Гасвами Махарач На самом деле Придал Салтас Настапаму Сила Прабхупады Вся практика, которую Вы делаете То есть посредством Гуру Сэвы Мы можем достичь нашего места предназначения То есть достичь нашей цели Как Шипат Бхакти Сиданти Махарач Он как раз говорил Прославлял Государственного Курдова Доставляя нам удовольствие Своих рекотхой Потому что прославление Вашнавов может быть бесконечное Махарач очень замечательно все это описывал Когда отправляют западные страты То иногда Мы встречаемся С Пуджапат Бхакти Винанты Бхакти Бхудбут Бхатани И мы получаем Возможность Тоже обменять сахарикатхой И несколько дней Мы порой проводим в одной комнате И когда я находился с ним После лекции Я приходил в комнату И Бхакти Бхатани Махарач Он рассказывал о своем Гуру Дэбе Поэтому Я так же У меня так же была возможность Получить Даршина Силы Бхакти Бхарана Пури Гасой Махарача То есть вот мы приходили за Гуру Дэвом На встречу с Силой Бхаксом Пури Гасой Махарача То есть когда мы приходили в Майпор Даршина Вашнава Это не что-то обычное Силы Бхакти Ракхакши Дарга Сой Махарача Силы Бхакти Ракхакши Дарга Сой Махарача Он объясняет Прабхупада Стория Стре Прабхупада Пада Он как прекрасная Луна А лучи этой Луны Это все ученики Прабхупада Все его спутники Так Прабхупада Это как Луна А все его спутники Это эти лунные лучи То есть есть страны, где нет высоких деревьев То есть, например, если дерево невысокое То мы не рассматриваем его как дерево Прабхупада Киева Прабхупада Киева Как это не значит? Прабхупада Киева Прабхупада Киева Когда мы слушаем об их прославлении То это несравненно Итак, Пуджи Бхакти Буддхабадайна Махарач Рассказывал мне всю эту Хари Катху Времени так-то много Я не знаю, сколько там осталось За 15 минут что вообще можно рассказать? Он проповедовал любой Махапрабу И основная шлока, которую дал Махапрабу для нас Это Тринада Писаничина Третья шлока Шекшасты И он был воплощением этой шлоки Так, на самом деле, вот эта шлока Тринада Писаничина Это Ассида Пранаби Баба Джи Что это? То есть после инициации Они сразу дают Сидасваруку То есть это такая там Манжелия В общем, там кто-то пошел на Радакунду И там он быстренько получил все свои там Манжели Сварупы Он сказал, ой, обрел свое имя Манжели Но это не философия Но это не философия, которую давал Шилл Бхакистан Цельсвете Такую пропопаду Итак, ну и каковы Сюда Пранали Будь овощна Вот это шлока Катринада Писанична Тролл Баса Хищнина Будучи смиреней травинки Терпеливыми как дерево Выражает Почтение всем И не ожидая почти на себе Только такой человек может Вас повторять святые имена Я testing Очень То есть трион дописан «ночная» — это наша цель. Когда мы совершаем бажан, когда наше чита, наше сердце будет чистым, тогда сварупа, она естественным образом проявится. Сварупа уже у нас присутствует, у вас уже всё это есть, но она должна проявиться. То есть, например, в дереве уже есть огонь, но если вы потрёте другой деревяшечкой об эту деревяшечку, тогда весь этот огонь проявится. Итак, совершай божену садхану, у вас проявится ваша вечная сварупа. И слово «удо» означает, что она проявится, то есть потенциал вашей сварупы уже есть. Он никогда не разрушится, но, приняв прибежище у ващнауфа гуру, это Сидыбеха проявится, то есть когда вы избавитесь от всех анард, Ясила Бхактика Матпури Гасвам Махарадж, насколько же он был смиренным, тринадо писан начинал. Он был воплощением в Таншлопе. Каждый раз, когда я встречался с ним, он всегда говорил так сладко, всегда проливал на нас свои благословения. И однажды я слышал одну его гудху, и это я слышала от Силабах Тибибуд Баданга Свам Храч. Когда мы были вместе в Южной Индии, то есть порой мы на протяжении трех дней жили вместе. И так же в Бразилии, в Рио мы жили вместе. Итак, мы говорили, обсуждали очень подолгу. То есть мы вместе жили в одной комнате. Однажды, то есть вот одна Харикадхан. Сейчас, речь идет об одном Баджане Шилабахтюна Токора. То есть вот, скорее всего, это, то есть мы говорили о Баджане Рахасе. Это же Харинам Чинтамане, то есть вторая часть Харинам Чинтамане. И в предисловии говорится, что есть Арчина Марк, а есть Рогануга Марк. То есть вы должны следовать правилам предписания. Это Вида Марк. Когда вы обьете Анурагу, привязанность к Гуру Кришне, то есть то настроение, в котором вы содержаете Баджан, то это Вайди Марк, то есть Арчина. Существует множество названий Вайди Марка. То есть он также Арчина Марк, а есть также Рага Марк. Когда вы служите в Бабе, и народам даст такор, Прим Бхактим Чандрике объясняет, что это Браджа Рогануга Бхакти. То есть есть Вайди Марк, то есть есть Вайди Марк, то есть есть Вайди Марк, путь правилам предписания, есть Рогануга Марк, путь спонтанной любви. В Паджи Шамрите Прабхупаде описывается, то есть Арчина Марк – это Вайди Марк. Арчина, это на самом деле это Кунча Сева. В служении в Кунче наш Шиларупа Госвами говорит Радикай Арчаями. То есть там, где упоминается это слово Арчан, Арчина не означает только лишь Вайди Марк, Арчина означает Рага Марк, то есть они служат в Бабе. Арчина Марк, то есть у Канечта Адикари, у него больше интереса, у Арчина. Арчина Марк, то есть у Канечта Адикари. Арчина Марк, то есть у Канечта Адикари, у него больше интереса к Арчина Марк. конечно, декарь, начинай шумею. Ну, там Бхагава, он тоже совершает бхаджан. И, конечно, это тот арчин, который совершает, конечно, конечно, это несравненная разница. Итак, он сказал, что конечно, они выражают, ну, как бы делают упор на арчине. И также он сказал, что Бхакти Бхангпури Гасаи Махараши, например, очень любит арчина. Конечно же, он имел в виду, что Бхакти Бхангпури Гасаи Махараши, это, конечно, декарь. Иначе обычные люди, они не поймут. То есть они просто ничего не поняли и начали свои объяснения. Бхакти Бхангпури Гасаи Махараши был из очень возвышенной брамманической семьи. У него было столько вкуса к арчине. То есть в каждом храме, когда проводили установление божеств, всегда приглашали его. То есть он совершал этот бренд практически, то есть установление божеств всегда идеальным образом, с точки зрения шуда, шуда садачара. Так что там забыли цветочки, там быстро-быстро, там давайте, там Хариквишна, Хариквишна, все по-быренькому там все сделали. Покидали цветочки. Нет, все не так. То есть с точки зрения Вадим Бхакти Марго, то есть необходимо следовать правила. То есть наш сила Бхакти Бхангпури Гасаи Махараши Он был очень искусен в арчине. И один ученик учил Бхакти Бхангпури Гасаи Махараши, он слушал только такой, Бхангпури Гасаи Махараши он рассказал мне об этом. И так он сидел на котхе, и он не понял должным образом, о чем была речь. И он неправильно понял, он подумал, о, что тут имеется в виду, что мой гуру-деф, мой конечный адикарин. У каждого ученика должна быть такая вера, очень сильная вера в гуру. Они должны думать, мой гуру, это джагад-гуру. Каждый ученик должен думать, что мой гуру, это джагад-гуру. Каждый ученик должен быть, мой гуру, это джагад-гуру, вселенский гуру, мой Господь, это Господь Вселенная, джагад-гад. Каждого ученика должна быть сильной верой в гуру-дефа. Присутствует или нет на земле. Даже обычные ученики, у них даже очень сильное нищие, в гуру-дефа. Если у вас не будет этой веры, что гуру-дефа, мой гуру-деф, очень возбужден, то ученик не сможет совершить свой баджан. То есть каждый ученик должен думать, что мой гуру, это Махабхагавата. И переводится в множество доказательств от этого. Бактепру Матпыри Гасай Махабхагавата. И вот этот ученик, его ученик, он неправильно не понял. Он подумал, о, что значит, тут говорят, что мой гуру-деф, это конечно. Он очень разгневался, и он ушел оттуда. Потому что он не понял этих слов. Он просто понял, то, что мой гуру-деф, это конечно Адикария. То есть мой гуру-деф, он занимается арчиной, поэтому это означает, что он конечно Адикария. И так он предложил пранамаз своему гуру-дефу, Махараджу, и сказал, и Ачария этого Махараджу, о, ты конечно Адикария. Ты конечно Адикария. Бактепру Матпыри Гасай Махарадж. То есть на каким он был смиренном? То есть этот ученик, он пришел к Щегапури Махараджа, сказал, гуру-деф, там про тебя сказали. Гуру-деф, там такая-то личность Ачария. Он сказал, что ты конечно Адикария. Бактепру Матпыри Гасай Махараджа, он сидел, что он сделал? Он поместил свои четкие к себе на голову и воскликнул, Харимол, Харимол, Харимол. И он сказал, о, я вообще никогда не думала, что я Вайшна. Если я не следую третьему стиху, аж таки, тринадо письмо начинаю, то есть где говорится о смирении, то как же я смогу стать Вайшнавом? Итак, то есть когда, то есть что такое Вайшнава? То есть кто-то следует, что пришло Китарандо письмо. Поэтому Бактепру Матпыри Гасай Махараджа он наскликнул, Харимол, Харимол. Такие прекрасные слова. Я никогда даже не думала, что я Вайшнав, но сегодня Сиде Вайшнав Ачария сказал, что сегодня А Вайшнав назвал меня, конечно, Вайшнав. То есть, по крайней мере, он сказал, что я Вайшнав. Возможно, в этой жизни я буду, конечно, Вайшнав, но в следующей жизни я стану Мады Мады Кари. Так это или нет? А потом я стану Уттам. Потом он объяснил своему шиши ученику. То есть, все, что говорят Вайшнав, вы должны выражать почтение. Вы не должны гневаться на Ачариях. Вы должны очень внимательно слушать, понимать, стараться понять. Иначе то есть, то есть, ваше уши как ворона. Ворона, у нее есть уши? Нет, у нее нет ушей. То есть, вы начнете быть как ворона. Так вы должны слушать Вайшнава. Слушайте, Вайшнава. Правильно. И вы должны попытаться понять язык Вайшнава. сухая. Сухая. То есть, не понять должным образом. Тыл. Тыл. Он вообще даже не подумал, что там его кто-то покритиковали. Он начал объяснять своему ученику, что он должен понимать язык ачарьев. Он не истинно решил никакой гуру нинды, на самом деле. Бхакти Прамат Пыри Гасвамакарач, это такой утам-утам-бхагавата. И он в то же время был настолько смиренным. И каждый раз, когда я слушаю Адбадайн Махараджа, мы проповедовали вместе, мы жили вместе в Южной Африке, в Бразилии, во многих местах, в Франции, в Канаде, мы всегда крепко обнимаем друг друга. Не нужно спрашивать дерево, что это за дерево. И это все можно увидеть по его плодам. То есть, какие плоды у дерева, тогда вы можете понять, каково дерево. То есть, например, в Англии приедете, там есть манго, но деревьев манго нет. Им там спросит, что это за дерево? Да, то есть, понять, какое это дерево можно по его плодам. То есть, когда на дереве появятся фруктики, например, из растения корыла невозможно получить плоды манго. Итак, по ученикам, вы можете понять, каков гуру. Как, например, Шипатсиданте Махараджа, посмотрите на него. Он также тринадаписничный, вешнах. Как он служил своему гуру Махараджу? Когда он был бракмачаре, мы жили вместе, Кешавджи Годи Амадхи, проводили столько времени вместе. И Мадава Прея Прабу с нами был. Они получили дикшат Шилу Бахти Прабхатпури Гаса Махараджу. Они служили своему гуру. И потом они, после ухода их гуру Дэва, они пришли к нашему гуру Дэву, Шилмаране Гаса Махараджу. И служили также ему таким прекрасным образом. И посмотрите, Сиданте Махарадж, он пришел к нашему гуру Дэву, также служил точно так же, как Мадава Махарадж. Служил гуру Дэву. Я тоже могу сказать, я Шипатсиданте Махараджа. Сиданте Махарадж, он ни хуже служил своему гуру Дэву, чем Шипатсиданте Махараджу. Также Маду Априя, они служили как Вабу Сева, так и Ване Сева, и служат, продолжают. Я предлагаю свои данные пранамы, их лотосным стопам, как они служили своему Гурдеву. И пусть хотя бы маленькая капелька этого пройти в моем сердце. Я хочу, как Гурдев, кийце. Я хочу, как Гурдев, кийце. Я хочу, как Гурдев. Я всегда долго перед Мадам Махараджой. Мы и Мадам Прея Прабху пришли. У нас была эта возможность служить Гурдеву. И также Шипат. Бон Махараджу, Шидан Махараджу. Им всем. Иногда я совершала ошибки на парикраме. Я, возможно, чего-то не должен был бы делать. Пожалуйста, не примите моих аппарат. Просто принимайте меня как своего младшего брата. И я очень многому научился вас. Ари Кришна.